Что же происходит? Ай, брось ты! Ну, где ты ездишь, у тебя заждались! Старостин, быстро! Все ко мне! Товарищу Сталину плохо! Быстро! Да я сейчас, сейчас! Вы что, не видите, товарищ Сталин, спит? Где доктор? Сталин помирает. Берия не разрешает вызывать кремлевских врачей. А вы? Доктора не будет. Что? Они его убили. Ну? Ларин Типалыч, судя по почерку, человек из аптеки профессионал. Ты найдешь мне этого Тарзана, из аптеки доставишь в пасхальной упаковке мертвым или очень мертвым. Ты меня понял? Не сделай. Гр здоров, Зарец! Мертвый! Тарзан! 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 Товарищ маршал! Убери их отсюда! Так ведь для нас такая честь! Я сказал, убери! Ну, пойдём, подышим! Что это ты всё полковник да полковник! Генерала не хочешь? Зачем? Я и так сам себе генерал! Вот за что я тебя ценю! За ум и преданность! А ты ведь предан мне! Обижаешь, Лаврентий! Я ж за тебя! Ну, будет, будет! Ну, всё тихо? Тихо! Пробовали из особого сектора в Шапиринские сунуться? Я не дал! А что? Неужто кто прознал? Добро динять! Ну, ладно! Давай, делим! Вот тут подробный план ввода дивизии в Москву! Всё учтено! Что, где, как! Док! Отработаешь самыми надёжными! Все детали до автоматизма! Время может не быть! Все детали! Батя, я не понял, мы идём или не идём? Ну, идём! Я пока в ларёк, за папиросами! Угу! Да, напомни матери по ресторану! Ты готов? Так! Ну, и как это понимать? Ты знаешь, что-то мне не того, не по себе! Да! А это надо понимать, что вы, мил человек, сдулись! Так уж сразу и сдулся! Чего я не сдулся? Да сдулся, сдулся! Ну, и зачем так волноваться? Ты же давно мечтал вернуться на работу в Кремль! А ты думаешь, так просто вернуться на старое место работы? За пять лет там столько всего поменялось! Ой! Только не надо прибедняться! Тебя ж там каждая собака знает! Сколько лет ты проработал замначальника гаража? Лет двадцать? Нет, двадцать три! Вот! Вот и топай в свой гараж особого назначения! А волноваться не надо! Это тебе совершенно не идёт! Нервничать надо было, когда пять лет назад вы вздумали жениться на бывшей гражданке Англии! Ведь, кажется, именно из-за неё вас попросили из Кремля! А? На-ка! Что это? Сэндвич! Вкусно! Ну, папа, сэндвич? Да! Вы знаете, бывшая гражданка Великобритании, в России сэндвичи не едят! В России едят советские бутерброды! Уроды маленькие такие, чтобы в уроды помещались! Маленькие? Угу! На, вы! Так поместятся? Так поместятся! И когда ты отвыкнешь только от своей Англии? Вот с сегодняшнего дня и начну отвыкать! Вперёд! Тебя там Лёшка ждёт! Угу! Не забудь вечером у него в ресторан! Да-да-да-да! Конечно! Пошло! Угу! Ну-ка, пока! Считаю вопрос о боресте генерала Василия Сталина решенным! Я не верю в виновность Василия! Я считаю арест сына Сталина будет большой политической ошибкой! Тем более в такое неподходящее для страны время! Столь трогательную заботу товарища Шапилина о генерале Сталина понять легко можно! Как-никак, друг с семьи! Ваша дочь, кажется, училась в одном классе и до сих пор дружит с Василием! Если я не ошибаюсь! Ошибаетесь, товарищ министр! Тем более, так дело не имеет никакого отношения! Кстати, вы Вася знаете, тоже с пеленок! Вот обвинения, выдвинутые против него, считаю необоснованными! Факты изложены в деле вообще провокации чистой воды! Забываетесь, товарищ Шапилин! Пока партия решает, что обосновано, а что необосновано, решение принято, и обсуждению не подлежит, все свободны! Вы, товарищ министр, это еще не вся партия! А он что, с ума сошел? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Я вас слушаю! Здравствуйте, Анна! Меня зовут Чарльз Хартс! Здравствуйте! Мне нужно с вами встретиться! Ты чего? Пришел проведать, как тебе на новом месте работает! Да какое же оно новое! Вот хочешь скажу на спор, сколько гвоздей вон в том верхнем косяке? Пятнадцать! Нет, шестнадцать! Сам ремонтировал в сорок первом! Держи! О, спасибо! А что такой большой? Кусать же неудобно! Чё б ты понимал? Это ж сэндвич! Угу! А я думал бутерброд! А я думал бутерброд! Бутерброд! На даче в ту ночь появился! Теперь в ресторане с Василием! Говорят, башковитый гаденыш! Ну ничего, разберемся! Шапилинская прослушка! Что? Что еще? Еще? Мне кажется, я нашел машину, в которой в ту ночь должен был ехать врач Сталина! Что? И самое интересное, я нашел ее прямо рядом с домом самой! Соседнем дворе! Что ж ты сразу с этого не начал? Соседнем дворе! Ты пил? Да нет! Просто стоял там, где пили! Часы стоят! Ты сначала через день дома ночуешь, а теперь еще и это! Если нашел себе другую женщину, то имей мужество признаться! Ты что такое говоришь-то?! Соседнем дворе! Да! Соседнем дворе! Артюхову. Так. А военный инженер Артюхов уже пятый месяц вместе с семьей находится за гран-командировки в Венгрии. Ты на что намекаешь? Что Тарзан использовал чужую машину, а потом вернул ее на место? Зачем? Да и откуда он взялся во дворе? Мимо наружки в ту ночь в переулке никто подозрительно не проходил. Постой, постой. Ты жильцов всех проверил? Всех. Кто был в наличии? Ну, там есть одна квартира, в которой никто не живет. Ты в этом уверен? Быстро! Продолжение следует... Ну, здравствуйте, Анна. Хочу вас сразу предупредить, что встречей с вами я подвергаю свою семью смертельной опасности. Давайте пройдёмся. Сам-сам. Собственно говоря, а что тогда от меня надо? Спокойно. Если вы по квартирному вопросу, приходи ко мне в приёмные дни. Я вас приму. Тебя зачем жилтоварищество председателя выбирало? Чтобы ты государственной жилплощадью приторговывал? Какой жилплощадью? Не торговал я. Не надо. Я все расскажу. Ну? Что ну? Говори. Сразу же после Нового года Самохин попросил сдать им пустующую квартиру. У нас как бывает? Жилец умер, а орден ещё не выписан. Квартира стоит пустая. Вот я ему и сдал. Деньгами заблаздил. К чёрту деньги. Зачем ему нужна была квартира? Он сказал, что племянник к нему приезжает из Киева. Вот он его не хотел рядом с собой селить. Вот я ему и сдал квартиру. Пока пустая стоит. Ключи. Портфели. Пётр Шапилин, член Центрального комитета, начальник особого сектора ЦК, в некотором роде ваш родственник. И что из этого следует? Взгляните сюда. Вот здесь содержатся неоспиримые факты, которые подтверждают, что один из лидеров вашей страны, Лаврентий Берия, с восемнадцатого по девятнадцатый год, находясь в Баку, сотрудничал с правительством муссаватистов. То есть работал на английскую разведку. Я не понимаю, какое я могу иметь к этому отношение, тем более, что я никогда не была в Баку. Пока. Как, говоришь, выглядит этот родственник? Да, детьми клянусь, не знаю, я его видел один раз, и то со спины, плечистый такой, в пальто. Но только, мне кажется, он его и не родственник вовсе. Это мы теперь без тебя знаем. Ага. Ага. До свидания. Подождите. Взгляните на это. Что это? Я, Анна Татищева. Отбываю в СССР на постоянное место жительства. Даю согласие сотрудничать с английской разведкой. Что за бред? Я этого не писала. Возможно, но почерк-то и подпись ваши. Мы умеем работать. Поищите для ваших целей кого-нибудь другого. За списку мы можем сделать и новую. Кстати, есть еще один человек, который, как и вы, хорошо знает Петра Шапилина, и который наверняка согласится спасти свою мать. Вам назвать его имя? Нет, не надо. Тогда я жду вас и вашего сына послезавтра в нескучном саду на лестнице в 15.00. И личная просьба. Давайте обойдемся без сюрпризов. Поехали! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не перекорми виноградом. Да ладно, господи, немножко ребеночек поест. Давай, давай, кушай. А то в Париже подъять меня лягушками кормили. Налими вина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Всем поклон. Здравствуй, сын. Ну, здравствуй, Михаил Алексеевич. А ты кто? Я твой дед. Врешь! Мы его деда Петей зовут. Деда Петей, а другого Володей, а бабушку Аней. Ты не бабушка. Бабушка старая, а ты молодая. Ну что, любящий папаша, купил бы жене букетик за такого богатыря? А? Черт, весь день помню. Я сейчас. Ну, давай. Здравствуйте, Анюш. Эх, Николай Алексеевич. Здрасте. Не букетик бы. Варя! Ты куда? Ну! Давайте. Наливай. Мишка, кусай больше. Боже! Мишка, кусай больше. Казарин, ну перестань. Насисюкаешься ещё с внуком. Возьми бокал. Давай, давай. Я подменю. Опа! Иди ко мне. Иди. Вот так. Садись. Танюш, к сожалению, в жизни всё складывается совсем не так, как ты себе представляешь в юности. Я сейчас приду. Я хочу выпить за вас с Алёшкой. Чтобы, несмотря ни на что, вы… Какая неожиданная встреча. Верочка. Счастливая советская семейка. Здравствуй, Вера. Даже, знаете, как-то зло берёт. А что же тебе мешает завести такую же семейку? А ты не знаешь, подруга. Понимаешь, какая штука… Верочка, вам хватит. Дело в том, что я… Я всю жизнь люблю одного человека, а у меня нет. И что я только не делала. Я даже пыталась в постель его уложить. А он ни в какую. Говорит, жену свою бывшую люблю. Вот и всё. О, правда, Лёшенька? Те, кто сюда звал? Алексей. Ну, что же, нам пора. Доча, ну куда ты? Спасибо за приятный вечер. Танюш, ну подожди. Давай, 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 давай. Давай. Мишенька, просыпайся. А куда это ты вся засобиралась-то, а? Или замораться боишься, да? Иди, моя хорошая. Ну, конечно. Ты же у нас вся… Миша. Хватит, Вера. А вы ж не пела. А расскажи всем присутствующим о своем новом увлечении. Верочка, мы уходим. Ну, сейчас. А чтоб вы какие-то невеселые… Что с вами? Пойду я. Всего доброго. До свидания. До свидания. О, сумочка моя. Послезавтра я уезжаю во Францию. Мишутка остается здесь в союзе с отцом. Вот и чудно. Можешь не беспокоиться, все будет во жоре. Нет-нет, я о своем отце говорю. У вас он жить не будет. Почему? Дело в том, что я после командировки сразу же выхожу замуж. И Мишутка должен привыкнуть к новому отцу. И кто же этот его новый отец? Третий секретарь нашего посольства очень хороший и достойный человек. Кто ж сомневался-то? А вот твоя ирония здесь абсолютно ни при чем. Кстати, Мишка в нем души не чает. Да? Да. Да. Угу. Я уезжаю послезавтра с белорусского. В четыре. Ну что ж, пойдем малышу. Угу. – Здравствуйте, Василий Васильевич. – Ходи. Я Василий Сталин использует для Аллаху. ПО ТВИТЕРАЕТСЯ И ВДАЦЕЙСКОЕ РУС И ВДАЦЕЙСКОЕ РУССКИЕ Иaa ТВИТЕРЕЦЕРАЕТСЯ ТВИТЕРАЕТСЯ свое служебное положение, игнорируя советские законы и обманывая руководство военного министерства. Сиди, сиди. Кроме того, своим недостойным поведением, выражавшимся в систематическом пьянстве, сожительстве с подчиненными мне по службе женщинами различного рода скандальных происшествиях, получавших широкую огласку, я фактически дискредитировал себя, как командующий мог. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то душно у вас здесь, Петр Савич. Пожалуй. Пожалуй, ты прав. Ну, давай. Вот ладой. Чем хотел? Только про Васького. Не надо. Договорились. Тут и оно, что это напрямую Вася касается. Перед арестом он мне прямо сказал. Отца отравили. Да он на каждом углу про это говорит. Хватит. Я уже с Берией по этому поводу подсапался. Все. Теперь он мне с дерьмом смешает. Если, конечно, мы ему раньше крылья не обрежем. Насчет Крыльев и Берия. Помните, я вам рассказывал, как я два часа в тот вечер проторчал на даче Сталина? Ну? Пока Лаврентий Павлович соизволил приехать от Кремля до дачи Сталина двадцать минут езды. А ты уверен, что в тот момент он именно в Кремле находился? Ну, допустим. Но когда приехал-то? Что вам? Разве не понял, в каком состоянии находится Сталин? Вы уж, конечно, меня простите, Петр Савич, но спутать умирающего человека со спящим нужно очень постараться. Понял, не понял. Дело не подошьешь. Факты нужны, Леша. Факты. Так вы меня откомандируйте на даче. Я вам там, может быть, что-нибудь отыщу. Заодно с охраной аккуратненько поговорю, пока ее Берией окончательно не разогнал. Ну, что ж. Пожалуй, валяй. Только поаккуратней там. Да, и вот что. Все, что мне рассказал, изложи, как положено. С грифом совершенно секретно. Вдруг да пригодится. Хорошо. Да, Петр Савич, я вот еще насчет Миши. К нам его забрать. Это Станька решай. Как я могу это решить, если она сегодня уезжает? Хорошо, что уезжает. Иди давай. Петр Савич, это вообще-то мой сын. Ох, Лешка, Лешка. Раньше надо было думать. И вообще, как говорит моя дочь Татьяна, эта тема обсуждению не подлежит. Петр Савич. И учти, будешь парню голову морочить. Ты меня знаешь. Савич с Гол졌ками. Красавец! А то! А то! Ты смотри, чтобы каждый на зубок свой маневр знал. Мало ли, что может в городе произойти. Ни один мирный житель не должен пострадать. Да не волнуйся ты так, Иваныч. Народ надежный, проверенный. Все сделают, как надо. Иваныч, ты же знаешь, что им предстоит в случае чего. Не знаю в подробностях, что Берия задумал, но он всегда идет до конца. Наше дело военное прикажут, пойдем. Анны прикажут. Ох, Петру, Петру. Если все так просто было. Да я понимаю. Слушай, ты займись пока своими делами, а я здесь сам по-прожу. Ну, давай. Оказавшись на сталинской даче через три месяца, первое, на что я обратил внимание, здесь ничего не изменилось с момента смерти хозяина. Было такое ощущение, что он просто отъехал на несколько дней. Впрочем, меня это мало волновало в тот момент. Арест Васи не выходил из головы. Как и слова Шапилина, что следующий будет он. Петр Савич, как и любой бы другой на его месте, очень хорошо понимал, с кем имеет дело. То, как Берия помог Сталину навсегда покинуть этот мир, я видел собственными глазами в ту мартовскую ночь. Приказав охране не вызывать врачей к умирающему хозяину, Берия, конечно, рисковал, но в конце концов он добился своего. В Кремле теперь все понимали, пришло его время. И никто не обманывался тем, что формально пока Лаврентий Павлович один из. Окончательно подмять под себя всех остальных для него дело времени. И тогда, о том, что будет тогда, думать не хотелось. Сейчас, сегодня, пока еще были шансы бороться, надо было цепляться за любую возможность. Вася везде говорил об отравлении отца. Маловероятно, конечно, но чем черт не шутит? Я не верил своим глазам. На пузырьке не было ни единой отметки, указывающей на то, что лекарство поступило из Кремлевской больницы. Зато на ярлыке красовался штамп обычной московской аптеки. Неужели Сталин принимал непроверенные лекарства? А если так, не мог ли кто-нибудь этим воспользоваться? Казарин, а ты что тут потерял-то? Прихватил. Ладно, давай. Потом будешь детям, внукам рассказывать, что в один нужник самим Сталин уходил. Только давай по-быстрому. А то дачу опечатают, на века здесь останешься. И только тут я вспомнил пьяный рассказ Васи о том, как боясь отравления, Сталин спускал все кремлевские таблетки в унитаз. Но ведь кто-то привозил ему другие. Не сам же он в конце концов ездил в эту аптеку? Мысль о том, что Сталина могли отравить, подсунув под видом лекарства яд, все больше казалась неправдоподобной. Но подтвердить или опровергнуть эту догадку могла лишь экспертиза. Только куда я в этой ситуации мог обратиться? В спецлабораторию? Об этом не могло быть речи. И тут я вспомнил про Майю Кольцову, жену моего друга Влада. Она уже года два после окончания института работала в госпитале имени Бурденко. Вот кто мне поможет. Но прежде надо своими глазами посмотреть на эту необычную аптеку. Почему все-таки она? Ковалев, Казарин, посмотри, пожалуйста, по справочнику, где у нас находится седьмая аптека? Где? Бокровский? Да не, ничего. Все, будь здоров. По-тольски. По-тольски. Пожалуйста. Вот. Будьте добры. По голове себе постучи. Звончик получится. В следующий раз непременно так и сделаю. А сейчас скажите мне любезность. Кликните заведующего? Не кликну. Почему? Нет. Больше нашего заведующего. Я заведующий. Вот, возьмите. Временный. Веремеенко. Что вам угодно. Временный. Вот, ваше. Нет. Ваше. Да, ясное дело наше. Антонина, давай отсюда. Давай, давай, давай. Что это за лекарство? Вы знаете, штампик-то наш, соответствует. Но я здесь, я здесь человек новый. Угу. Так что, точно подтвердить не могу. Спасибо. Пожалуйста. Зайду в другой раз. Пожалуйста, пожалуйста. Эй, парень. Иди, чё скажу. Нечистый нашего Андреича забрал. Какой нечистый? Хайдаров, это Веремеенко появился. Да. Рядом с Андреичем-то, нашим говорят, еще четверо были. Да. Лежали. Все мертвые. Головым, как курицам, всем поотрывал. Точно зверь. Ты думаешь, вот эти чего тут пасутся? Зверя ждут. Скажи, а ты тем, которые здесь пасутся, про звери ничего не рассказывала? Нет, ничего. А почему? А из принципа. Ага, понятно. Ну ладно, спасибо. Ребят, стойте. Едем за ним. Ты чего? Что случилось? Веремеенко звонил. Ну? Казарин объявился в аптеке. Пустырник приносил. Да какой пустырник? Слушай, этот умник сует свой нос вообще куда не следует, понимаешь? Надо его убирать. Ой, да что ты все залазил? Убирать, убирать. А вожди успеется еще. Убрать мы его всегда успеем. Я вот что думаю. Если этот Казарин такой головастый, может он нас рано или поздно на Тарзанова видит? Чем черт не шутит? Вот тогда обоих и оприходуем. Андерстенд? Что ты сказал? Ничего. Это я так. В общем, глаз с него не спускайте. А у нас пока другой наряд. Собирайтесь. Берия приказал Шапилина к нему привезти. Паша, останешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как же я потом пожалел, что не воспринял всерьез слова уборщицы из аптеки. Все это было похоже на бред. Нечистый прибрал заведующего, словно зверь. Это была моя ошибка, последствия которой все мы почувствовали очень быстро. Т komma peaceful. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуй. Очень рад тебя видеть. Я так рад. Я, кстати, на днях Татьяну встретила вместе с Мишкой. Ну, вылит и ты. Да. Извини. Да не, ничего ж тут. Я тут, кстати, одну статью читал. Есть два способа управлять женщинами. Какие? А я дальше не читал. Я тебе, кстати, по делу. Проверишь? Ну да. Не-не. Давай через пробирочки по-научному, как у вас тут делают. Ну, в лабораторию снеси, там уж проверили. Хорошо. Ты подождёшь? Угу. Ну, ёлла, ни секунды спокойно не сидит. О, какого внука отгрохали. Помяни моё слово, он ещё нами командовать будет. Это как воспитывать. Ребёнок отца иметь должен. Мишку я буду воспитывать. Я за него не то, что зять, а родную дочь не пожалею. Понял? А чего ж тут не понять? Ну, понял. Тогда заводи свою Колымагу. А то я тебя все равно поздравим. Что? Петр Борисович. Товарищ Шапилин, позвольте обратиться. Ну, обращайся. Вы извините, что мы так, без предупреждения. Лаврентий Палыч очень просил вас срочно к нему заехать. Интересно, это зачем? И вообще я сейчас занят. Ты передай Лаврентию, я через часик ему позвоню. Петр Савич, да дело-то пятнадцати минут. Туда, обратно. Туда, обратно не получится. Я же сказал, я перезвоню Лаврентию. Поехали, Лаврентий. Зря вы так, Петр Савич. Очень зря. Дело-то напрямую вас касается. И дочери вашей, Татьяна Петровна. Сигнальчик тут, поступил на нее. В неблаговидных делах замечено. Морально разлагается. Подозрительные контакты за границей завела. Одним словом, неприятная история получается. Да вы не волнуйтесь. Мы, конечно, еще сто раз проверим. И Лаврентий Павлович тоже просит вас зря не волноваться. Просто хочет поговорить. А ты меня не пугай, гаденыш. Пуганый я. А вот Лаврентию передай. Мы еще выясним, что он в ту ночь на даче натворил. Петр Савич! Петр! Раньше! Он умирает! Петр Савич! Осторожно! Пойдем. Поехали! Пех producer!